Остров Змеиный, флаг Украины на острове Змеиный. Ну, как вы знаете, Зеленский любит различные режиссерские такие заготовки. К примеру, что было с Шефером, кто помнит до всех этих событий. Потом, конечно же, ситуация с Харьковским столбом пограничным, которая вылазка потом закончилась очень как-то неудачно, печально для бойцов ВСУ. О чем сообщили тогда представители СБУ. Кстати, что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях. Кстати, видео этого эпичного эпизода размещено у меня на телеграм-канале. Обязательно подписываемся, потому что там я могу разместить больше. Кто посоветовал Зеленскому этот шаг, трудно сказать. Но дело в том, что он, наверное, не очень хорошо знает, как работают соцсети. Один раз могло пролезть, второй раз даже могло пролезть. Ну а третий раз уже даже по одесским группам понятно, что люди как-то не приняли эту информацию. То есть он нашел каких-то бойцов, которые под кайфом, вероятно, собственно говоря, туда отправились. И я еще в одном из своих роликов говорил, что это очень нехорошая затея, если решаться на такое. Это очень плохо может кончиться. Интересно, что сначала я в одесских группах увидел информацию, что некие взрывы слышны с Черного моря. Сразу подумал, ну что-то опять такое там что-то назревает. С одной стороны, с другой стороны, пользователи одесских соцсетей говорят, что, наверное, какое-то может западное судно с западной помощью что-то с ним случилось. Ну а потом, когда появились кадры с острова Змеиной, то, конечно, все стало понятно. Зеленский и его команда думают, что это символично. Возможно, конечно же, какая-то часть людей это воспримет за некий символизм. Но после ситуации со столбом в Харьковской области, ну уже соцсети, еще раз говорю, работают, чего Зеленский не понимает. Просто уже не верят и все берут под сомнение. И для Зеленского, как вы видите, главное не победы какие-то реальные, а просто вот пиар победы. И вот, собственно, перемоги. И вот эти взрывы, вероятно, которые слышались, это как раз было то, что прилетело возможно. По тем самым, кто этот флаг устанавливал. Потому что потом появилась информация, действительно, что остров Змеиной был атакован. И часть бойцов, вероятно, могла погибнуть. Зато вот ценой таких вот, возможно, жертв, то есть Зеленский потом снимет очередной видосик, выложит какую-то фоточку, опустит слезу в вечернем эфире. Ну а в военной точке зрения и психологической это не имеет уже практически никакого значения. Потому что главный тренд, который сейчас набирает обороты в украинских соцсетях, это как отпетлять от повесток. Да, просто тотальное неприятие этих самых повесток в украинском обществе. И поэтому такие победы и те, которые Зеленскому пытаются нарисовать на южном направлении, это может подействовать на тех, кто находится за рубежом, некоторых экзальтированных личностей. Но когда касается реальности, большинство бегут от повесток. Ну а после того, что сейчас происходит с Джонсоном, возможно, еще с некоторыми европейскими политиками будет происходить, не только европейскими. Зеленский тоже уже фактически находится в очень непонятном таком положении. Потому что и военный переворот ему может угрожать, и другие различные обстоятельства. Но то, что его рейтинг уже закатился ниже Плинтуса, думаю, что с этим тяжело не согласиться. Несмотря на такую вот тотальную пропаганду и периодические вот такие перемоги. Смысл в которых не видят даже в патриотических, так называемых, украинских группах. Ну и все больше и больше людей задают вопросы по распродаванию западной помощи и гуманитарной помощи. Ну а также, конечно, неприятие тотальной повесток. И что-то мне подсказывает, после событий вокруг Джонсона, а также возможных дальнейших событий по Евросоюзу, по Зеленскому тоже будет весьма интересная ситуация уже буквально осенью. Ну посмотрим, посмотрим. На этом пока все. Подписываемся на мой телеграм-канал. Дальше будет... Субтитры создавал DimaTorzok